Ну что, посмотрим, как себя чувствуют мои распикированные растишки. Сейчас я вам открою и посмотрим с вами. Я уже Алису сюда переставила. Гляньте, как зашил хорошо. Его, конечно, можно и высеять прям сразу в грунт. Но я поглядела, одного, другого блогера, все у всех посеяно. Ну ладно, говорю, я посею. Так, помидорчики. Вот, смотрите, как себя чувствуют. Поднялись, хорошенькие. Это тоже Алису, это другой сорт. Форст, вайт какой-то. Его и было там немножко семечек. Вот, помидорчики. Что мы тут еще распикировали? А, вот, пожалуйста, вам флокс стоит, как солдат. Вот он какой молодец, за ночь в себя пришел. Все хорошо. Весь поднялся. Тут у нас гацания. Тоже хорошо себя чувствует. Ну, я говорю, нормально все теперь. А помидоры другие я переставила на то окошко. Помидоры сейчас нужно, чтобы было не жарко. Так, шторки вот неудобно мне это делать. Таскаю туда-сюда. Здесь вот они, тут попрохладнее. Все стоят, все хорошо. Пусть растут теперь. Места у недостаточно в стаканчике. Возможно, еще будет пикировка в стакан побольше. А, возможно, и останутся тут. Ну, где-то грамм по 400 тут есть. В стаканчике объем. На день я свет, конечно, выключаю. А ночью у меня весь горит. Оставляю. Где-то в 8 часов. Сейчас уже темнеет. И я включаю тогда на всю ночь. До утра. Всем здравствуйте! Я иду. Дробить надо мне. Корм мой закончился, который я дробила. Уж не помню, когда. Скользко тут у меня, понимаешь. Погода сегодня какая-то нехорошая. Пасмурно. Минус 7 стоит морозец. Ну, так тихо. Я вот несу покушать дружку. И пойду дробить. Вроде бы осталось птиц немного у меня. 8 уток и, наверное, 12 курочек с петушком. А едят хорошо. Так, сейчас. Начну стучать. Целый мешок надо дробить. Это больше часто тут постоять. Пошвырять это зерно. Пылюка полетает тут у меня. Ой, что-то еще не открывается. Замерзла. Надо ломик взять, подолбить. Дверь не открывается. Так она тут, но тут другое, блин. Хорошо, ничего не бывает. Тучи, тучи, тучи. Курочки, куда? Что-то меня там за дверью слышу. Чей-то мешок вот прилетел. Висит всю зиму. Ну, не доберусь я до него. Ладно, потом уберу. А так, ничего хорошего у нас тут нету. Красоты никакой нет. Обычно выйдешь, смотришь, у людей такая красота. Где-то там река расплывается. А у нас тут дом на дому. Только одни вот сарайки до дома стоят. Красивой природы тут не болит. Надо выходить куда-то. Так, ну что, пойду за ломиком долбить буду. Там веревка зацепилась, никак не могу открыть. Ну все, отколотила я тут. Мешок валяется, пустой. Вот мне его надо сейчас набить. Сейчас туда подвяжу его. Неудобно, ну куда деваться. Придется становиться на коленке. Подвязывать. Зерно надо сюда сдвинуть. Вот, а потом надроблю. У меня там, я знаю, много комментариев было. Чем вы кормите? Вот мой корм. Ячмень пока тут идет. Попадает немножко озимой пшеницы. Ну и добавки покупаю в магазине. Ну, все готово у меня. Мешок наколотила. Мешок большой такой. Вот, смотрите. И вот, теперь хватит. Не знаю, на весь Март, я думаю, достаточно такого вот мешочка. Ну, а это я собственной персоной снесла вот шесть яичек. Сейчас пойду все из себя снимать. Вытрехивать я уже убралась. Дружка накормила. Все, день закончился. Завтра будет день. Что-нибудь вам покажу. Ну, а сейчас вышло вечером. Сегодня что-то... Лень какая-то напала. Ничего не снимала. Телевизор смотрела. Фильм. Хороший фильм такой. Беги, мальчик, беги. Вот там где-то полтора часа. Ну, это в военное время. Мальчишку так жалко. О, лет двенадцать ему. В общем, кому интересно, вобьете в Яндексе. У кого телевизор смарт, и посмотрите. Хороший фильм. Хороший фильм. Такой вот переживательный немножко. Я такие люблю. О, какая красивая. Сейчас ведерко беру и домой. Шассиечка. Курочки у меня молотки. Я их брала осенью. Поэтому они так хорошо несутся. Уже старая курица так нестись не будет. Она будет через день, через два, через три. А молотки самое то. Поэтому их надо ежегодно менять. Тогда будете с яйцами. Вот. Шапка вся моя. Все, пошла. Пошла я, пошла. Край дома вот такой вот каток. Вот слой где-то сантиметров 10, наверное, льда. Но он такой хоть более-менее шершавый. С крыш снег сходит и вот накапывает, а потом в ночь мороз. Юля тут чудо подолбила. Возьми порога покидала. А остальное. Вон еще молоток вот тут сюда находит вода. Боюсь, клематис мой затопит. Вот этот вот. Чего она сюда прется, не знает вода. Почему сходит именно к нам. Видимо, здесь пониже, поэтому здесь и вся вода. Ну вот. Роза, интересно, как теперь перезимовали. Остается немножко времени. Там вон Маринка играет. На горке. Малышня скатилась. С мамой стоит. Вон там она. Так интересно за маленькие наблюдать. Они такие чудные. Маринки, Сашки тут у нас. Бегают. Юля, половичок, так хорошо служит. Она связала бабушке наподобие только светлой. В туалет связала и в ванную. О, четыре штучки забабахала. Вот таких вот наподобие. Какие овальные, какие квадратные. А в туалете прям выемку сделала под унитаз. Красота вот такая вот у нас теперь. И ногам тепло. Мася, ждешь меня, да? Леб только встал. Услыхал, что я иду. Ну да. Дрых. Умывается, гостей зовет. Какие гостей у нас, нам не надо никого. Взевает, не выспался. Дрых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Повесил бельишко, пусть подышит воздухом. Так мне нравится этот Васильковский комплект. Я его посушу, опять одеваю, посушу, опять одеваю. Очень удобный, хороший, приятно на нем спать. Правда на лодочке немножко мне не подходит, я другие. У меня подушки на 80, а это на 70. Маловатый, а так отличный комплектик. Так, ну все, пойду домой теперь. Отварила желудочки. Сейчас достала отсюда и на сковородку начистила лук. Люблю, когда лука много. Сейчас включаем, потом выкладываем, перчим, солим. Можно сметанки сюда еще добавить или майонеза, кто что любит. И желудочки будут готовы. Я тут немножко плеснула масло растительное. Ну а теперь сюда лук. Он вроде бы много, а потом он здесь все тушится, его не будет видно. Кипели где-то час с ихем в лодочке. Перчим. Сейчас добавлю хмели-сунели сюда. С пакетиками немножко приправим. Потом почистил чеснок. Тоже добавлю сюда. Ну и пусть теперь она немножко потушится, а потом чесночка добавим. Вот. Немного у меня там стояла сметана. Я сейчас ее тоже вывалю туда, в сковородку вернее. Думала, еще есть. Нету что-то у меня. Ну сколько есть, тоже пойдет. И это хорошо. Так. Чтобы не выводить. А тут на рукой вам показывай, снимаю. Ну в общем, все. Сейчас я перемешаю хорошенько. Я тут укрываю крышкой. И пусть все томится. Вот. А я тем временем нарубаю чесночок. Чесночок я нарубала. Я думаю, ноги у нас такие вот деревянные, желтые дощечки. Вроде бы сама по себе она хорошая. А цвет тут у нее. Конечно, она же старая. Но я уж ее и терла. И ножиком вот так вот шкрябала. И терочка я терла. Жалко выкидывать. Она такая вот хорошая, толстая. Прям удобная. Я ее покупала давным-давно на рынке. Мужик там проходил и предлагал. Я говорю, ну давай возьму. И вот такая вот. Цвет неприятный. Ну ладно. Я же для себя готовлю. А не для кого-то. Так, сейчас я выкладываю чесночок. Ну еще минуток 10 и все будет готово. Перемешаю. Лук еще чуток убавится. Так, уже уронила. Ну ладно, сейчас подберем. Кату тоже надо что-то дать. Ну все готово. Маленько тут поджарились они даже, можно сказать так. Так, все, пупки готовы. Или желудочки. У нас пупки называют. Всем добрый вечер. Я иду в баню. Ну я тут с вещами на выход пошла в баню. Время доходит 6 вечера. Опять вот с ошейником чей-то ко мне идет сюда. Прям и не боится. Ты чей? Иди. Ага, иди. У меня свой дом такой же рыжий. Что тут показывает? 8 градусов мороза. Ну я говорю, у нас пока тепла нету. С крыши чуть-чуть капит, но это не считается. Сейчас вот заходила в сарай. В калитке там была вода. Сейчас ее нет почему-то. Куда ты ушла? Она тут замораживается. А я вышла, прям болото тут. Замерзло все. Ну что ж, выходим на нашу улицу. Пойдем в баню. Помоемся. Будем чистые. Постель у меня чистая. Я уже заправила. Как мне навернуться тут? Ну вроде бы дорога так не скользкая. Это только спуск у меня плохой. Так что, три дома и баня. Рядышком хорошо. Банька новая они поставили. Года три, наверное, строили баню. Дорого все. Опять рыжий чей-то. Чей такой с ошейником ходит. Так, ну ладно, побежала я. Фу, я пришла. Вся мокрая. Хорошо с баньки. Сейчас поду чайку себе с малиновым вареньем, как на виду. Не расчесывалась. Вся мокрая. Фу, с легким паром. Хорошо. Время без пяти семь. О, я еще остыну. Еще на комментарии на ваши напишу. Там что-нибудь отвечу. Так что, все, я пришла. Пойду чай пить. Заварю себе вот такого чая. Я как-то у нас брала на рынке. По осени. Помните, показывала? Тут какие-то фруктишки какие-то там. Клубничка у меня даже там есть своя сушеная. Вот такой. С лепестками. Чаек. Сейчас заварю. Вон они плавают клубнички, цветульки какие-то. Вот так пусть попарится. И варенье малиновое. Сейчас Андрюша когда был, мы ему доставали банку. Так она и стоит в холодильнике. Малиновое. Ну вот сейчас чайку погоняю. Ммм, сладкое. Мася. Улегся со мной на кровать. И дерется. Сейчас что-то притих. Он чувствует, как я начинаю снимать. Так он выкобеливается. Такой сразу барень хороший. Все год, это не я. И не про меня. Да, Мась? Мась. Ой, артист. Глазастый. 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 Продолжение следует...